Редактор субтитров А.Семкин Бандитские, лихие, страшные. Именно эти эпитеты прочно закрепились за непростым для нашей страны отрезком времени, эпохи 90-х. Крах социалистической системы, развал СССР, становление новой России, переход к рыночным экономическим отношениям, к новой вертикали власти. В марте Татарстан стал суверенным, а в июне того же года на пост президента Новой Республики был избран Ментимер Шаймиев. Ему предстояло встать у руля во времена дикого капитализма и малиновых пиджаков. Всюду воровство, криминал, нищета, безработица. Страна в очередной раз переживала трагедию, и Нижнекамск вместе с ней. Атмосферу того времени можно охарактеризовать, как вдруг стало можно все. Удачным моментом люди пользовались как могли. Одни стали новыми русскими, вторые бандитами, а вот третьи перестроиться так и не смогли. В результате чего оказались практически за чертой бедности. К слову, последних было большинство. Перебирая вещи, вот нашла жилетку. Она с 90-х годов. Она, в общем-то, уже и не употребляется, но и жалко выбросить. Потому что сделана своими руками. В те времена, когда и было что в магазинах, но не было денег, а одеваться всегда хотелось красиво. На исполнение этой жилетки пошли кружочки от использованных сапог, а остальное выполнено крючком. К слову, все, что было тогда в магазинах, продавалось нормировано. В 91-м году все нижнекамцы получили ассортиментные семейные книжки. В нее вносились все члены семьи, квадратные метры квартиры и 10 групп товаров. Раз в год можно было купить два комплекта постельного белья. Две мужские майки, одну пару женских панталон, раз в пять лет пальто. А вот холодильник или телевизор приходилось ждать до 15 лет. В 91-х годах что-то уже появлялось. Но появлялось на талоны. У нас были талоны. По талонам были талоны на крупы, на мясо, на все. Даже у меня сохранился талончик, оказывается, был талон на хозяйственное мыло. Я даже уже это, в общем-то, забыла. Приходилось стоять, хоть и было все по талонам, но приходилось стоять в очередях. И продукты были довольно-таки низкого качества. Люди были озлоблены. До драк, да, в общем-то, доходило. Приходилось мне в те годы наблюдать, как мужчины стояли в очереди по талонам за водкой. Видимо, так им хотелось пройти без очереди, что были и давки, были и ссоры, склоки. И в милиции приходилось разгонять все-таки эти очереди. Огромные очереди в этот год выстраивались и к отделениям Сбербанка. Из обращения изымались купюры достоинством 50 и 100 рублей образца 61-го года. На их обмен дали всего три дня. По сути, эта реформа привела к ограблению населения. У тех, кто не успел потратить деньги или обменять их, на руках остались просто фантики. Указ 92-го года о либерализации цен и свободе торговли стал для населения настоящей шокотерапией. Цены теперь устанавливал предприниматель, как хотел. В одночасье они выросли в 30 раз. В нижнекамских магазинах говядину можно было купить за 1900 рублей, что на 800 рублей больше прежней цены. Стоимость муки подскочила с 280 до 350 рублей за килограмм. За бутылку водки просили аж 2000 рублей. Уровень жизни населения катился вниз. Но зато любой желающий получил возможность заниматься предпринимательской деятельностью. В обиход плотно вошел новый термин «предприниматель». Некогда незаконная деятельность вышла из тени. Предпринимали все – рабочие, учителя, пенсионеры и домохозяйки. Способствовал этому и новый вещевой рынок, появившийся в расцвете 90-х. Именно с рынка машинист насосных установок Айлита Абдершина начала свой бизнес. Было непросто, но она сумела удержаться на плаву, став сегодня владелицей сети магазинов бижутерии. Когда начались 90-е годы, настало такое время, когда разрешили торговлю. В принципе, всем желающим, любым. И мы с сестренкой решили, что надо попробовать. Арендовали точку. Тогда были ячейки, они назывались, по-моему. Мы арендовали эту ячейку и стали ездить в Москву. Было очень интересно. Тогда было такое время, когда была торговля очень бойкая, очень хорошо торговалась, потому что спрос не превышал предложения, как сейчас. И мы занялись косметикой тогда. Привозили очень, в принципе, популярную сейчас, в данное время. Пупа была, Ланком была косметика очень интересная. И мы ее возили. И тогда, конечно, было сложности в том, что не было носильщиков. Если сейчас все это намного упростилось, раньше не было носильщиков. Мы это все таскали на себе, на тележечках, на поездах ездили. Потом стали пускать автобусы. На автобусах тоже было сложновато. Они были сидячие. Мы ездили туда, ездили много часов туда и обратно. То есть это все было... Аренда была небольшая в то время. Поэтому очень многие в то время, конечно, хорошо смогли заработать. Кто хорошо поднимался и сильно, тогда была такая вещь, как рэкет, в принципе. Тогда предлагали крышу бандиты. Мы были мелкие, поэтому как-то это мимо прошло нас, слава богу. А так, кто покрупнее, конечно, может, даже из-за этого и закрылись. Бандиты в Нижнекамске крышевали не только рынок. К тому времени разрозненные мелкие группировки объединились в две – татары и мамшовцы. Действовали они дерзко и с размахом. Под их влияние попали крупные промышленные предприятия. Они каким образом туда заходили, на этот завод? Во-первых, они подкупали охрану. Кто не подкупался, того вывозили в лес, соответственно, обрабатывали. Там избивали и все остальное. Потом начинали обрабатывать начальников цехов, чтобы они тоже им давали доступ к продукции. Наиболее такое резонансное преступление они одного из начальников цехов просто забили монтажками, потому что тот вывезли его в лес и забили монтажками, потому что он отказался с ними работать. Охищение покрышек вовсе было поставлено на поток. Купить автомобильную обувь тогда можно было только у представителей криминального мира. Практически весь груз, который отгружались с Нижнекамской шины, производственное объединение Нижнекам-шина, проходил под контролем этой группировки, членов этой группировки. И за выезд автотранспорта с шинами все должны были платить деньги. Охрана тоже находилась под влиянием этой группировки. И очень крупные грузы, очень крупные партии шин уходили, просто-напросто ввозились с территории завода и, конечно, зареализовывались. С несогласными разговор был короткий и страшный. Люди после встречи с бандитами либо оставались инвалидами, либо просто пропадали бесследно. Это очень жуткое зрелище. Человека привязали ко мне на багажник в мешках. Я не видел человека, я видел только мешок такой из-под сахара, муки там. Там вообще, да? Я не знаю, кто там был. Там я вижу то, что там человек. И привязали ко мне на багажник и отвез на камню. На камне утопили его в прорубь. Казалось, хуже уже некуда, но в 1994 году страну охватил тяжелейший кризис. Столичные потрясения после стремительного перехода к рынку быстро докатились и до Нижнекамска. Начиная с мая, все шинники на три месяца были отправлены в вынужденный отпуск, поскольку потребителям было не на что покупать их продукцию. На грани остановки были предприятия нефтехимического, нефтеперерабатывающего и строительного комплекса. Начались невыплаты заработной платы и безработица. Горожане остались один на один со своими заботами и бедами. Надежда, как жили все-таки тогда обычное население в 90-е годы? 90-е, 95-е? Почему-то больше с 90-х, 95-х годов, мне вспоминается 90-й, 91-й год. Это был год, когда мы по полгода не получали заработной платы. Я работала воспитателем, муж работал в гидромонтаже. Им также не давали зарплат по полгоду. Было, что им выдали тухлой колбасой, выдавали кастрюльками, которые быстро выходили из строя, электронной техникой, пылесос, который через месяц сломался. У нас в детском саду выдавали шинами, брали мыть шины, потом приходилось их продавать, жить. На что-то нужно было жить, потому что двое маленьких детей. Приходилось не то, что выживать, но жить. Хотелось жить. Хотелось жить и красиво, и одеваться. Завели перед окном, мы жили на Красном Ключе, Советское 24, маленький дом. Под окном разбили грядки, посадили морковку, зелень. Ну, все-таки что-то, что выручал также и сад огород. При отсутствии зарплат, в тотальном дефиците и смутном представлении, как жить дальше, внезапно люди стали собственниками. Государственная собственность перешла в частные руки. Вслед за нефтехимиками, сделавшими первые шаги в преобразовании предприятия в акционерное общество, комиссию по приватизации своего объединения создали и шинники. А с декабря 1993 года нижнекамцам предложили приватизировать жилье. Общество лихорадило. Люди не знали, кому и во что уже верить. Былые ценности и идеалы канули в лету. На сцену вышли многочисленные целители, экстрасенсы и мессии. Еле сводившие концы с концами люди несли свои кровные шарлатанам, боясь конца света. Будучи подростком, наш журналист Евгений Корбакова до сих пор помнит, как по улицам города разгуливались сектанты. Было не только очень много в телевизоре вот этих всех экстрасенсов, и было очень много в жизни. Нам очень внушали, что скоро будет конец света, и мы искренне верили, что так оно будет. Потому что один из случаев, это был, наверное, год, наверное, 92-й. То есть конец октября мы с подружками отмечали мой день рождения, гуляли по городу. И вот мы подошли к детскому миру, к нынешней Аркаде, а там были такие вот ступенчики наверх, для того, чтобы зайти в магазин. И вот на верхней ступенчике, там молодой человек, он был весь в белых одеждах, ну вот вокруг сляк, это там дождик, а у него, значит, все эти одежды, значит, развиваются, там чуть ли не нимбан в голове, как нам показалось, да. И он рассказывает о том, что вот, ну, буквально скоро всех нас ждет конец света, потому что, ну, нужно выполнить там ряд каких-то условий, чтобы его не было, да. Ну, видимо, вступить как раз вот в это белое братство, потом мы там узнали, что это белое братство. Я тогда очень испугалась, ну, видимо, психика была такая более-менее устойчивая, но я знаю, что поверила не только я, и говорили в Нижнекамске, были случаи, когда вот с этим вот человеком из белого братства просто подростки убегали из дома. Кто-то верил в белое братство, кто-то заряжал воду телевизоров, кто-то уверовал в Бога. Спасением для широких масс стала религия. Ее возрождение люди связывали с надеждами на лучшее будущее. В Нижнекамске начали строить храмы и мечети. 30 июня 1994 года состоялась торжественная закладка и освящение Православного собора Воскресения Христова, а за два года до этого на одном из миноретов строящейся мечети водрузили купол с полумесяцем. За этим с любопытством наблюдал мальчишка, приехавший в Нижнекамск в гости к дяде. Кто бы мог подумать, что спустя годы он станет имамом нашей мечети. Я все время через этот забор проходил, там какой-то миноретик видно было, а потом потихоньку все стены, стены поднимались, потихоньку минореты. И еще вот красный кирпич был строительный, не облицовочный. Ну, я вот каждый раз проходил мимо, там что-то делали, молились, да. Ну, я не думал, не думал, что больше 10 лет и вот придется мне здесь имамом работать. Почему вот именно 90-е годы вдруг вот люди стали верить? Кто-то Христа, кто Аллаха. Религия, она всегда была в сердце людей и как бы ее, вот этот свет, его как бы этот свет не старались потушить, все-таки он остался. И вот когда пришло время, когда разрешили, все-таки, наверное, вот этот свет, расток, он вышел. Вышел наружу и люди потянулись. Кто-то к церкви, кто-то в мечеть. Вот, поэтому люди устали от безбожия. Молодому Нижнекамску было тяжело, но даже в эти годы, пусть и небольшими темпами, строятся торговые центры, дома, появляются новые улицы и объекты. Своей оригинальной архитектурой привлекает взгляд новое здание ЗАГСа. А штабами – Ледовый дворец спорта. Нижнекамцы радуются новой трамвайной ветке от проспекта Вахитова до остановки Лесная. В бывшем здании Яслисада номер 59 открывается детский дом. А в сентябре 91-го года свои двери распахнул уникальный объект – детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда». В дальнейшем садик, которому дали такое обнадеживающее название, станет детским психоневрологическим коррекционным центром. Здесь будет постоянно работать консультативно-лечебный пункт для всех нуждающихся детей города. О том, как все начиналось, вспоминает его бессменный руководитель Нина Федоровна Буханова. Когда мы начинали это делать, мне все говорили, где ты возьмешь инвалидов. Их нет. Вот мне говорили люди, я не буду называть их имена, они, в общем, потерялись в этой жизни. Они мне говорили, вот в Германии их много, а у нас их нет. А у нас их нет потому, что они на улицу выйти не могут. А в Германии могут, поэтому их было видно. И когда мы открывали учреждение, то, вы знаете, вот сейчас говорят, сложности, трудности, там что. Было вот так. Значит, вот сейчас принято, что какой-то предприятель или какая-то служба заказывает, грубо говоря, заказывает выпускников институтов, да, ну, не знаю, медицинских, педагогических, неважно каких. Вот первые в Нижнекамске, кто это сделал, это был в Нижнекамске нефтяким, они закупили, закупили шесть дефектологов для нашего учреждения. Но строительство не поспело, то есть они выпустились на год раньше, нежели построили учреждение. И в течение одного года их содержали, а они обследовали всех детей-инвалидов, которые проживут в Нижнекамске. Знаете, что было ужасное? Ужасное было в том, что они приходили в семью, например, спрашивали, не знаю, Ваню там, Тимура, неважно кого, спрашивали, а его уже три-пять лет нет живых. То есть статистика в поликлинике есть, а человека нет. Это было всего лишь 25 лет назад. Мы с этого начинали. Затем сидела комиссия и всех смотрели, со всеми говорили. Не все выдерживали. И если мы принимали сотрудника на работу, то есть он говорил, что он хочет к нам прийти, мы его приводили на эту комиссию отборочную с детьми. И если он не мог видеть этих детей, значит мы его не принимали. Я действую сегодня и так. Вот 25 лет прошло и сегодня. Ко мне приходят люди в устройство на работу. Я вначале им показываю детей. И если они не могут их видеть, значит это не наш человек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это был большой прорыв, ведь в то время никто толком и не знал, как делать новости. Вся надежда была на коллектив, молодой, полный энтузиазма и явно не лишенный таланта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чёрный август. Это событие на закате 90-х в одночасье превратило многих россиян в нищих миллионеров. По стране прокатилась волна забастовок. Не обошли они стороной и наш город. В следующей программе вы увидите, как бастовали учителя, где кормили бесплатно оказавшихся без средств к существованию пенсионеров и почему именно в Нижнекамске построили Макдональдс. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА